Всем привет! Меня зовут Светлана Дейнека. О врагах хоккея, мешающих его развитию, явных, скрытых, мнимых, поговорим сегодня в новом подкасте. В гостях у меня Василий Чесноков, Алексей и Сергей Балакшины. Люди в спорте и от спорта, и в особом представлении не нуждающиеся. Здравствуйте! Здравствуйте! Честно скажу, когда сегодня называют главным препятствием на пути развития хоккея отсутствия в Котласе и Вычегодском крытых ледовых площадок, мне каждый раз, мне каждый раз хочется спросить, а разве они были? Ведь никогда не было и снова нет. Но раньше хоккей в Котласе и Вычегодском гремел, а теперь тихо себе шепчет что-то. Почему? Или, может быть, мне так кажется? В прошлом тренер Дьюс США один, год назад я выпустил свою группу, проводили у себя в Котласе шесть турниров. За сезон? Нет. Наш турнир всегда начинался в первые числа января и проходил под эгидой рождественского турнира. Последние годы, когда другие команды приглашаешь в Котлас, очень было трудно собрать последнее время команды. Почему? Скажу, потому что нет ледового искусственного покрытия. Дети занимаются в основном на ледовых площадках других городов, то есть это Вологодская область, Коми, Карелия, Московская область, ну и так далее. В плане проведения турнира, когда начинаешь обзванивать команды, выкладываешь в интернет, ну, то есть берешь все возможные способы, люди многие отказываются, видя, что у вас открытый лед. То есть они хотят играть уже в ледовом дворце. Да, да, да. Жизнь изменилась, время изменилось. Требования, да? Требования, другие условия. Условия, во-первых, даже к детским соревнованиям, что должно быть, как они должны быть устроены, то есть это все идет одно за одним. Вот я еще, Алексей, это дополню, что раньше, когда, опять же, да, 90% были в равных условиях, то есть на открытых тренировались, соревновались, практически вот сезонность, да, она сходилась, что зимой это хоккей, летом футбол, то есть межсезонье. Одни и те же ребята, да? Да, это же группа, просто она зимой в хоккее, летом, ну, как говорится, в футбол такой прикладной, игровой вид спорта, да, спортивные игры. То есть есть тоже мышление, взаимодействие, третье, пятое, десятое. То есть этого было достаточно. Сегодня время диктует, что ряда, грубо говоря, должно быть там 8 месяцев в году. Я уж условно говорю, да. Остальное все, что-то немножко отдых, подготовка, межсезонье, то есть УФП и т.д. Тогда можно конкурировать. А сегодня вот примеры показывают, да, вот в прошлом году, в 2019, да, вот команда Сергея выиграла первые финальные всероссийские соревнования по хоккею шайбы, на призы, золотая шайба, на среди команд тренирующихся на открытых площадках. То есть люди понимают, ну, организм... То есть они делятся? Да, то есть есть финальные, которые дворцовые, а есть открытые. И они вот выиграли, это первый был, да, такой турнир именно для открытых площадок, где мы реально можем конкурировать и не просто конкурировать, а выигрывать такие турниры. Слушайте, а вообще команды остались, сохранились на территориях команды? В Архангельской области? Да, в Архангельской области, потому что ведь раньше, как помнишь, все занимались хоккеем. Как-то это прям... Нет, ну, почти в каждых городах есть команды. Как бы и в Новодвинске, и в Северодвинске, и в Архангельске, и в Вельске. Ну, не знаю, вот Котловский район, Красноборский район, Коряжма, Вилец. Есть, и в Красноборске занимаются люди, как бы, но они нигде не участвуют, они только для себя. Только для себя. И есть даже... В общем, сборная команда. То есть они не подразумевают одного возраста или двух лет, как мы набираем команду, с учетом, что эта команда будет, там, к примеру, 12-го и 13-го года рождения. А у них там сборная, там, начиная, там, ну, разница в 5 лет, примерно. Ну, больше, так как бы, проведение, так скажем, такого досуга, да, то есть есть какой-то педагог, может, организатор, который, вот, приглашает, не с ними возится. Вот, поэтому... Ну, я, к примеру, вот, простой, да, сегодня где-то вычитал тоже в соцсетях. В Перинске Архангельской области по 2004-2005 году участвуют 4 команды. Северодренск, Архангельск, УЛК, ну, там, дворец появился, там, дано будет, Бутриным, да, все, команды должны быть, да, и, по-моему, Коряжема. Да, да, да. И Коряжема. Четыре команды в Архангельской области. Это будет. Я говорю, то есть, если мы вообще говорим, да, почему раньше, вот, конец 70-х, 80-й, рассвет, что в Котласе и в Ичигодском, мы говорим о том, что существовали команды, да, я не скажу, что они там, там, при детской спортивной школе, нет, это было, там, где-то грубо, при локомотиве это было, это были при домуправлениях команды, то есть, команды по городу было, ну, много, много, то есть, были... А где они тренировались-то, не могу понять, все на локомотиве? Да, нет, нет. Локомотив, Речной, вторая школа, ну, в Ичигодском единственная там, да? ДОК. ДОК. То есть, там везде были катки свои? Да, были коробки. Да, и, в принципе, и сейчас они, как говорится, есть, есть. Тут завалено снегом. Понятно. Ну, тут большая система, которая в Советском Союзе работала, работала, то есть, не просто работала так вот, да, энтузиасты и все, она была поддерживаемой государством. Я думаю, что за них отвечала профсоюзная организация любого большого предприятия, которые были раньше в Советском Союзе. То есть, социальная нагрузка неслась. Да. Это так же, как и в отношении, да, допустим, команды Локомотива и Чигодской, да, которая в 2001 году стала чемпионом области впервые. Почему она была? Ну, железная дорога, Сальвичегодское отделение выделяло деньги, да. Железная дорога. Это нагрузка, социальная ответственность была такая, и это было, ну, имиджево составляющее. Слушайте, а вот следующий, да, называют причину, это отсутствие тренеров. Ну, нехватка, дефицит, отсутствие, не знаю, вот сейчас в Ичигодском, да, сказали, что появился Николаев, и вроде как начали заниматься детишками. Да? Да. Но провал идет по юношам, да, у них есть взрослая команда, есть там, сейчас теперь детки, и провал по юношам. У нас тоже так же, в Котласе есть тоже такая же ситуация? Нет, у нас есть дети, воспитанники. Просто у нас ситуация такая, что у нас, вот у меня был выпущен 2000 год рождения, 2001 год. Ребята до сих пор играют, но играют в других регионах. Они уехали, где учатся, там играют. В институтах? В институтах, и как бы в хороших командах играют. Как бы, и сейчас у 2002 года, вот у Алексея ребята 2002-2003 года так же уехали, выпустились. Тоже все играют. То есть они не теряются, они продолжают? То есть первоначально, когда с Сергеем мы пришли к тому, что будем заниматься детьми, первоначально нашей задачей стояло, как вам сказать-то, ну то есть произвести на свет, что ли, смену, которая придет на смену, допустим, ветеранской команде, которая сейчас уже в таком большом рассвете, так скажем. Ну вот, что у нас, я думаю, наверное, получилось, может быть, полностью или частично? Ну, это, я думаю, что будет со временем, когда, если кто-то из ребят вернутся обратно домой, то есть вот тогда только, как бы, она сформируется уже. А у вас эта система, она будет продолжать работать? Или это была как-то акция одноразовая, грубо говоря? Пока я еще держусь один, да, как бы, вот, работаю один, у меня сейчас два года, шестой, седьмой год, да, рождения, и набрана группа 12-й, 13-й, 14-й год рождения, как бы. Ну, по тем годам, когда ребят набирал, конечно, было намного больше, приходило, как бы, желающих играть. А когда столкнулся с малышами, как бы, очень тяжело, люди, ну, как бы, идут в хоккей. Думают, что это дорого, на самом-то деле, как бы. А вот действительно, еще одна причина называют дорогое мундирование. Ну, я бы честно сказал, там, это так просто кажется, там, например, форма, да, она, там, если родитель где-то купил, там, конечно, как тренера мы помогаем, там, им подешевле это все сделать, да, купить. Но ее, бывает, хватает на 2-3 года, как бы. Еще клюшки ломаются, да, там, что-то такое. Ну, клюшки ломаются. Это расходники, так сказать. А, расходники. Да, клюшки, они начинают ломаться уже в возрасте, там, когда им больше, там, ну, с 11 и выше. А мы их же набираем, там, с садиков, там, с первого класса, там. А может, просто детишки сейчас более нежные, им как-то страшно, вот эти контактные. Да, есть такое. Ну, есть такое, как бы, но ты прививаешь им, как бы, вот это, с детства. Нежкой характер. Характер, да. Чтобы сопли не лились, чтобы там. А родители понимают это? Да. Не все. Ну, у меня, так, большая часть понимает, потому что на собраниях стараешься объяснять это, что это нужно, там. Ну, бывают, конечно, и конфликты с родителями. Вот история Сергея Пынзаря, она для вас не была каким-то тревожным звоночком? Ну, как бы, не знаю. Может быть, с одной стороны и да, а с другой, может быть, и нет. Почему? Мы не знаем всех обстоятельств. Да, может быть, есть перегиб, как бы, в этом плане, но с другой стороны, вот как нас раньше в Советском Союзе учили, вот, чтобы ребенок, вот, пример, достигая возраста 12-13 лет, естественно, его начинали подтягивать в взрослую команду. Он начинал тренироваться с мужчинами, то есть, видя мужской хоккей, он начал расти в моральном плане, то есть, он, так сказать, не плакал, не стонал. Он видел, если, допустим, он играл хорошо, у него получается, он тянулся за взрослыми. Прямо в одной команде? Да. То есть, всегда, с времен Советского Союза, всех детей, начиная с 12-13 лет, начинали подтягивать взрослые команды. Вот мне вот эта история. Как бы чуть постарше, там, да? Постарше, наверное, лет 14-15 лет. Я, потому что сам начинал играть за мужиков, как бы, в 14 лет, как бы, уже играл, как бы. Тем не менее, вот, практика такая есть, и она существует до сих пор. В ребятах вырабатывается мужской характер. Вот и все. А разве не страшно, вот эти травмы, что-то еще? Ситуация, которая произошла на открытии хоккейного сезона Вычигодска. Главное, чтобы две команды, когда, если договариваются играть без силовой, без щелчков, там, допустим, договорились, договорились, все. Это правило должны выполнять все. Но не так, чтобы, допустим, одни машут, там, как косой, а другие по-другому. То есть большая часть, как бы, всегда стараются условия, допустим, игры выполнить. А можете Вы в азарте игры, как бы, остановиться на каком-то моменте, чтобы не допустить, я не знаю, столкновения, вот, каких-то таких ситуаций, я говорю, как в Учигодском произошло? Я думаю, что больше... Это контролируется или нет? Мне просто интересно. Больше всего зависит, конечно, от судьи, кто судит матч. То есть я вот сейчас тоже был на первенстве области, играли бы там, да, тоже с шестым-седьмым годом. Играли там чуть ли не финал, как бы, за первое место, и все решил судья. Мы в мячу сыграли один-один там в финале, как бы. Если бы там была бы все справедливость, ну, как бы, даже... Это не только мы заметили, это и зрители, это и другие тренера там. Там, например, если бы начали пресекать вот эти же удары по рукам, по ногам, там, подножки, там, удар в колено, там, то есть где можно серьезную травму получить, тогда бы и хоккей был другой. Вот был я сейчас, перебив Василий Смоленский, играл, вот сейчас золотую шайбу опять был, играли мы Смоленский. Там судили два профессиональных судьи. То есть там вообще вопросов никаких нет, да, там, вот за каждое, да, ну, что-то сделают, да, подцепят, где-то ударят. Сразу происходили удаления, да, например. А разве это не теряет зрелищность, хоккей, от этого, если будет все чистенько? Нет, конечно. Ведь как-то кажется, что кто-то должен... Здесь не понятен, немножко понимаете вот этого, да. Просто есть когда силовой хоккей, да, есть когда тебе бьют по рукам, это уже... Но это не видит никто, да? Да, то есть судья это не воспринимает. Можно в хоккей, только можно снизу по клюшку поднимать, да, грубо говоря. Или сбоку там ударить, а по... Если удар уже по клюшке сверху, это считается удалением этого рукам, удар по рукам. А иногда же происходит этот удар не по клюшке, а происходит прямо по рукам. То есть здесь может быть... Ну, я просто еще хочу тоже добавить, да, о вообще, так скажем... Здесь-то принципиальный вопрос, если немножко коснуться вот турнира, да. Стоимость в Вечебовском, да? Конечно, потому что в азарте борьбы, это в большинстве случаев, а когда еще, ну, идет, что тебя более юный, так скажем, обыгрывает где-то в техническом плане, убежал, это идет автоматическая реакция, значит, где-то чего-то мне другим способом нужно его догнать, догнать и приструнить, так скажем. И во время контакта, контакта, ну, не может в игре, в большинстве случаев, рассчитать, взрослый рассчитать, насколько он процентов сможет, чтобы не нанести ему травму. Ну, это закон, такого нет. Это игровой виспорт, это не шахматы, да, грубо говоря. Я тоже думаю, это не шахматы, шахматисты. Это что касаемо, как бы, возраста. Говоря о зрелищности, вообще зрелищность, да, это же прошла с запада же, да, когда там 70-80, это уже тогда был бизнес хоккея, где люди приходили не только на игру, а это вот драки, это был элемент, на что ходят люди, элемент. Здесь мы говорим о зрелищности, что это драки, не драки, ну, здесь у нас, во-первых, бесплатно все, да, и, во-вторых, что люди-то все равно приходят в большинстве случаев смотреть на игру, вот, все равно. И всегда, как говорится, когда выигрывают, красиво выигрывают команды, вот от этого народ получает в большинстве случаев удовольствие. Ну, то есть там не вкатывать в эти бортики, вот это страшное дело. А здесь уже вот такой, нет, ну, если там была у них игра договоренность, как по ветеранским правилам, да, то здесь и силовой не должно было быть, то есть, как бы. Просто сейчас же и в НХЛ практикуют такую игру, что тоже поменьше силовой борьбы, они тоже к этому идут. Зачем, не нужны никому травмы и все остальное, люди зарабатывают на этом деньги. Зачем будет человек травмирован и сидеть на лавке, получать меньше. Ну, если по той ситуации, то, что происходило в Очегодске, те ребята, которые действительно получили школу хоккея с детства, они играли нормально в хоккей. Провокации-то больше делали те ребята, которые пришли в хоккей, там, ну, как я вот понаслышке, кто-то с футбола пришел, кто-то там. То есть, они в катании не догоняют тех ребят, которые катаются намного лучше, и они на этом уже начинают просто фалить. То есть, как бы здесь, если еще судья помогает тем, кто фалит, то тогда... И вот по судям я хотел бы спросить, не спросить, а сказать тоже, у нас есть большая проблема по судейству вот этих матчей, потому что нету квалифицированных судей, которые бы смогли съездить, отучиться, пройти определенные курсы, получить определенную квалификацию и судить, к примеру, даже хотя бы матчи местного уровня. А почему вы не можете съездить? А их и не будет сказать из-за чего, потому что, во-первых, на улицу теперь никто не едет. Судьи здесь так, то есть мы... Сколько турниров не проводишь, там, кого-то зовешь, никто не хочет на улицу играть. То есть, получается, мы вернулись к тому, с чего начали? Да, да. Прокрытый лед? Да, и, то есть, чтобы профессиональные какие-то судьи были, ну, я не знаю, это надо кучу групп сначала организовать. Во-первых, профессиональный... Да, обратно, в хоккей вернулся. Если профессиональный судья берет определенную сумму денег за проведение, там, за судейство матча, ему нужно доехать до места, это тоже транспортные услуги, ну, то есть, воспитание, проживание. Смотрите, все, что мы проговорили, то есть, дальше-то какое вот развитие событий, я вижу, да? То есть, получается, в любом случае, эти игры, этот спорт встает на коммерческие рельсы, чтобы выжить. Ну, то есть, если это тоже становится бизнесом чьим-то, то тогда и судей можно отправить поучиться и пригласить, потом оплатить. Я думаю, с вами не согласен. А как? Вот на чем выживать-то тогда? Как, к примеру, вот Нижегородская область, возьмем за такую, как сказать, карту хорошую. Вот губернатор шансов. То есть, в каждом, в основном, населенном пункте большом построены крытые катки. И эти непростые крытые катки, значит, это фок, тройка, то есть, в нем, значит, бассейн, крытый лед и хороший современный универсальный зал для баскетбола, волейбола, футбола. То есть, в этот фок, они, к примеру, запихивают 18 видов спорта, и дети прекрасно занимаются в нем. То есть, это как Дюшка становится, да? На базе Дюшка или как? У всех все по-разному. Нет, это муниципалитет, который финансирует субвенции, субсидии, без разницы, из областного бюджета. То есть, это все равно на бюджете? Да, это бюджетная основа. Плюс там, ну, это Нижегородская, да, много социальных групп, где там леготирование, это возвращается к компенсации. То есть, там отлажена система, и там сейчас уже, мне кажется, около 50 подобных трешек, да, в Нижегородской области. И это… Пятьдесят. Пятьдесят. То есть, начиная там от десяти тысяч, по-моему, если даже, по-моему, меньше, пять тысяч. То есть, это в Ичигодском бы сто процентов было бы шипиться на почти что. Если бы, допустим, у нас, ну, я думаю, что мы бы и хотели бы идти к этому, чтобы у нас появился ФОК-тройка. Почему? Потому что, допустим, наш бассейн в плохом состоянии, бассейн в третьей школе тоже так же, там плитка все сыпется, влажность очень большая, вентиляции мало. Не знаю, Алексей Александрович, в дюшке зал баскетбольный, он подходит под… Да, они прошли под сертификацию, под футбольный нет, но сертификацию все прошли. Я бы не сказал, что бассейн в плохом состоянии. То, что сегодня мы уже не влезаем, не влезаем, не как бы игровыми видами спорта, да, я имею в виду, беру, ну, большинство, допустим, сейчас о футболе, который тоже, ну, как говорится, достаточно много занимающихся. И единственный, ну, в Ичигодске, да, и «Искра», где специализированный зал, я имею в виду, по размерам, где можно играть, да, и принимать соревнования. То, что мы сегодня, ну, выросли из тех спортсоружений крытых, которые существуют, да, и поэтому вот такие вещи мы это, начиная там с 2009 года, муссировали, да, по 2011 год. И вот эта система-то, которую с 2005 года-то, ну, при поддержке, конечно, братьев Дмитриев, да, с чего началось-то, да, то есть взрослая команда появилась, там, 4 года она играла, плюс там легионера приглашала. Но эту волну надо было поднимать, выходить на другой уровень. Потом появились дети, дети появились, и вот мы шли, что вот-вот сейчас логично, то есть все, создана атмосфера, пошли дети. То есть сейчас бы логичным завершением было, да, это создание, то есть строительство, даже вот не просто мы к трешке рели, то есть убили бы на не одно десятилетие вот проблему дефицита спортивных сооружений. Ну, какие бы условия ни создавали, если не будет тренеров, именно тренеров с большой буквы. Конечно. То есть это, во-первых, ну, фанатично, вот, преданные своему делу, которые возьмут, так скажем, скажут слово и его доведут до конца. Почему, говорю, вот, Валерий Витальевич Быков, да, воспитанник, Сергей Алексей, который вот, ну, действительно, но он, почему результаты? Ваня Водряков в сборной, ой, в Ярославле, в Локомотиве уже ни одного там члена сборной команды России там тоже, как бы, воспитал. Вот. В Ичготском. Сюрья Кочеширяева без образования, но он жил на корте. А сейчас-то готовятся новые тренеры, у вас смена-то есть? Как вообще это происходит? С тренерами, нет, с тренерами, если, опять же говорю, почему проблема с тренерами, хорошо, нету своих, нету своих. Это же как медицина, это все социалка. Если мы хотим, чтобы здесь развивался вид спорта очень популярный, нужны условия. Материально-технической базы стабильно не будет, никакого тренера мы, ну, так скажем, который готов, да, много же тренеров можно найти, можно найти, который готов сюда приехать и в систему вывести определенные, ну, вот эти все моменты. Слушайте, а популярность-то есть или нет? Может быть, это все естественно идет угасание? Может, уже на смену хоккею приходят какие-то, я не знаю, другие компьютерные игры, условно говоря? Ну, это тоже. Это да, компьютер, конечно, дает много вот этой игры вот этих. Ну, это почему? Потому что, вот, как бы, мое мнение, что мамы-папы с малолетнего возраста, не желая, допустим, читать сказки детям, дают им телефон, играйте, пожалуйста. И потом с этого все начинается. Дети тянутся не к виду спорта, там, гуляя с родителями, к примеру, по улице, а тянутся к телефону, к играм уже компьютерным. Так, может, а получается, что потуги дальше это как-то развивать, они искусственные? Если все естественным путем идет, как бы, подмене, нет? Ну, это же не только в хоккее, это во всех видах спорта такая ситуация. То есть, как бы, что ли? То есть, самое-то главное, заинтересовать ребенка. Конечно. То есть, если, в общем и целом, приводят в хоккей кто? Папы, у которых когда-то был тот же вид спорта, но были не реализованы свои мечты в детском спорте. Это частично так. Но есть люди, которые просто видят, что, допустим, это зрелищно, это, ну, как сказать, спортивно, это, к примеру, тренировки на открытом воздухе, это дает массу положительных эмоций для детей. И вот по этому поводу другие родители приводят тоже так же, но их становится все меньше и меньше. Почему? Потому что жизнь наша изменилась. Мама и папа стараются растить, так скажем, не мужчин, а девочек. Слишком. С самого юного возраста. Их задеть нельзя, тронуть нельзя, там, сопельки на вытереть, ну и так далее. А должен быть мужской характер. В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей. Ну и сама молодежь-то сегодня все равно, в любом случае, она изменившаяся, да более изменившаяся. И самое главное, я вот давно такой, как бы, для себя сделал вывод, пока количество вложений, которые доходят до, так скажем, ну, я бы говорю, до провинции, количество вложений не дойдут до провинции. И, то есть, были вложены огромнейшие деньги вот в эту компьютерную, ну, то есть, вот, медиа, вот это все, которое, все, и они подсели, подсели. И чтобы отвлечь что-то другое, нужно вложить не меньше. И не просто это, чтобы вложения были на уровне Москвы, Санкт-Петербурга, Казани или там т.д. и т.п. Они должны вот здесь быть. Тогда не будет, я условно, отчасти, не утечки будет, то есть, ну, столько же, по-другому не может быть. И поэтому, пока не будут созданы условия, чтобы как-то ребенок, да, и тренерам-то было бы легче. Было бы легче, то есть, это уже, да, это современно, это уже как там, ну, вот, где-то так в Москве, это уже так, прийти, можно все. То есть, это вот психология такая, и менталитет вот сегодняшний, да, что без вложений мы ничего не сделаем. Я говорю, в первую очередь, вложение в материально-техническую базу, соответствующую времени сегодняшнему. Да, я, пожалуй, соглашусь, вы меня убедили. Если создать красивое, что-то привлекательное. Ну, это глаза не должны люди видеть, и они... И ребенка не надо будет вытаскивать, он сам действительно пойдет.